Друзья, вы на канале Interest in Life. Увлечение по жизни. С вами Наташа Юра с Детройта. Сегодня мы будем квасить огурцы. Самый легкий способ. Самые вкусные огурцы. Сколько гостей к нам приходят, все мои друзья всегда спрашивают. У тебя есть квашеные огурцы? Мои огурцы самые вкусные. И сегодня я делюсь этим простым рецептом с вами. Нет проще этого рецепта. Что нужно? Огурцы, укроп, чеснок и соль. Ну и конечно сорвем несколько листиков винограда. Все, больше ничего не нужно. И баночки, в которых будем квасить огурцы. Приступаем. Сначала хорошо помоем огурцы. Желательно, чтобы они полчасика или часик настоялись в воде. А можно и без этого. Но хорошо нужно помыть. Я огурцы обычно покупаю органик, потому что они самые вкусные. Здесь есть огурцы, купленные в магазине из нашего огорода. Но не органик, также хорошо квасятся. Я всегда покупаю вот такие одинаковые. Мне нравится, что они помещаются в литровую банку. Помыли хорошо укроп. И огурцы сейчас будем мыть. Им нужно обрезать ихние хвостики. С одной и с другой стороны. Я всегда так делаю. Чистим чеснок. Я сама с Украины, а муж мой с России. С Тамбова. И когда ребенок подрос, ему было два с половиной годика, и на Украине его все время спрашивали. Маленький москалык, что любишь кушать? Он говорил, картошку и квашеный огурец. Если моего мужа разбудить ночью и спросить, что ты будешь кушать, он всегда ответит, даже ночью. Картошку и квашеный огурец. На дно банки положили листик винограда. Помыла уже листики. Разрезаю чеснок. Я всегда его режу. Мне кажется, что когда он мелко порезан, его запах сильнее. И несколько веточек укропа. И все. И закладываю огурцы. Огурцы всегда они как раз в размер банки. Помещается их пять или шесть. Зато так красиво смотрится. Четыре. Вот пятый как раз поместится. Еще один. Сейчас мы найдем ему место. Поместилось в банку шесть огурцов. Теперь я беру ложку соли. Если сол сия, морская соль, я беру чайную с горкой. Если соль простая, лучше всего морскую соль брать. Я беру столовую ложку. Наливаю воды. Размешиваю. Заливаю этим рассолом в банку. Добавляю воды до полной банки. Накрываю крышкой и взбалтываю. Открываю крышку. Добавляю еще зубчик чеснока. Лучше всего положить даже три или четыре зубчика чеснока. Сверху укроп. Еще несколько веточек. И накрываю листиками награда. Все. Вот и вся работа. Теперь нужно оставить на один день. За один день они получаются такие вкусные, хрустящие и малосольные. Я всегда делаю две или три банки. И одну банку сразу закрываю крышкой и ставлю в холодильник. И они будут готовы где-то, наверное, через пять или шесть дней. А эту оставляю на один день, чтобы они проквасились. На следующий день можно уже. Огурцы уже готовы. Одну баночку я закрыла крышкой, потому что я ее сразу уберу в холодильник, чтобы огурцы были готовы через несколько дней. А вторую оставим на сутки, чтобы они прокислим. И огурцы будут обалденные, малосольные. Мы их заберем с собой на кемп. А с вами я хочу поделиться одним маленьким секретиком. Есть секретик для того, чтобы приготовить вкусные малосольные огурцы. Все это нужно делать с любовью. Да, с большой любовью. Даже к огурцам. Все, что не делайте, делайте с любовью. И тогда у вас все получится. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Друзья, кто смотрел наши начальные видео, видели, какие туйки мы посадили ранее весной. Они так плохо смотрелись. Надежды на то, что они будут живыми, не было. Ну вот, я Юре говорила, поливать нужно с любовью. И смотрите, какие они живые, зеленые. Глаз радует. Самый главный секрет, когда поливаешь ту, их нужно поливать каждый день. И кроме того, что их поливаешь, их нужно полоскать. Вот я вам покажу, как они это любят, какие они красивые. Вот так. Я все время их поливаю. Полоскаю их водой. Они любят это. Гортензии какие красивые. Уже зеленые. Так что делайте все в своей жизни с любовью. Была буря вчера. И очень много деревьев повалило. Буря вчера была не сильная, но здесь очень большая проблема. Если деревья повалят. Потому что видите, всюду кругом деревья падают на провода. Провода разрываются и пропадает свет. Но зато у всех работа. Как бы можно было ставить линию там, где нет деревьев. Но зато у всех будет работа. У электриков отремонтировать линию. У тех, кто режет деревья, убрать. Сначала у ветра, чтобы повалить. Ну да, и у ветра работа есть. Есть где разгуляться. У многих местах даже еще нет света. Уже 12 часов. И света еще нет. 12 часов. Прошло 12 часов? Да, прошло 12 часов. Даже больше? Ну сколько выпить? 6? 6 вечера. 18 уже прошло. Ну зато я люблю наши блюнки. Как в лесу, как в парке. Всюду деревья. Деревья, озера. Красота. И осень. И осень. Наближается. И осень наближается. Прошло 29-30. Нет, еще нету 1 сентября. Сегодня 30-е? Помню этот дом, когда она садила. Вот мы сюда переселились. И она как раз садила вот эти все деревья. Лес. Зато хаммера 2 у них еще. Я даже думала, что уже как бы в последнее время даже не вижу хаммеров на работе. На дороге. Все заросло. Все заросло. Ну вот как красиво. Почту оставили. Как красиво смотрится. Мне все время кажется, что человек. И хочется прям приостановиться. А вон трафик дерева убирает. До слез довели сегодня утром. Ночью уже оставили специально свечи. Зажигали. Свет оставляли. Смотрите. Вот. Вот вам настоящий меч. Зверье мое называется. Сколько раз я уже плакала. То цветы съели. То огурцы. То помидоры. Буранбики. Если переспеют немножко помидоры, все съедят. Вот так. Вот так и живем. Вместе с зоопарком. Почему вчера не оборвали? Наверное половину винограда. Объели. Уже будем сегодня обрывать. Он уже начинает спеть. И запах. Вон пчелы всюду. Запах. Вот и они нападают. На наши угодья. Нет от них покоя. От этих бурундуков, белочек, енотов. Вон листья все поломаны. Мы сначала думали, что птицы. Но листья поломаны. Веточки. Начиная снизу винограда. Да, это зверьки какие-то вылазят. Как быстро паук плетет паутину. Здесь вчера была большая паутина. Я ее сорвала. Смотрите, за ночь. Целое царство паутины я выплел. Наверное, капельки росы есть, и видно. А этот виноград у нас, синий виноград. Не знаю, он, наверное, не посинеет. Они его съедят. Уже вон листья поломаны. Уже залазят сюда. Я только в этом году увидела, что он синий. Потому что в том году еще зеленым его съели. Вот поэтому в Америке засевают все газоном. И все. И спокойно ходят на работу. Спят. А тут только расстраиваешься. Вкладываешь все в это. Ждешь результат. И вот вам результат. Поделились с друзьями. Меньшими своими. С животными. Вечер возле нашего дома. Мичиган. Да. Вот такие наши соседи. Мама. С дочкой или сыном. Груши. Кушают на ужин. Друзья. Оставайтесь с нами на нашем канале. Спасибо, что вы подписались. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И мы будем радовать вас новыми видео о жизни в Америке. Конец августа. Мы еще собираем огурцы. Вот уже листики начали. Вижу болеть. Эти, наверное, уже два ряда пропадут. А здесь. Прямо-прямо в расцвете сил огурчики. Конец августа. У нас сбор огурцов. Только в середине. Пути своего. Сколько огурцов собрали. Целую тарелку. Сейчас уже очень много желтеньких помидорок. Сейчас их соберем. И, наверное, уже кроем. Будем мариновать. Вечерняя пчелка. Уже нашла цветочки. Да, вот эти восковые цветочки. Они такие классненькие. Поздней осенью расцветают. Только ос возле них очень много. Скажите, вот как можно было пропустить такой большой сорняк? Каждый раз пропалываю. Потому что хоть покрыли малчим вот этим деревянными стружками. И насыпала порошок такой вот сорняка. Но они помогают. Все равно прорастают. И нужно пропалывать. И вот как можно было такой большой. Я его никогда не видела. Все время здесь пропалываю. И недавно на днях иду, смотрю, что за раститель. И вот распустила свои цветочки. Только тогда я заметила. Да, сейчас будем вырывать тебя. Жалко, конечно. Большой вырос. Но что поделать. Не твое здесь место. Здесь ряд у меня ирисов. Таких мелких посажен. Только в этом году посадили. Они еще такие слабенькие. И вот он быстрый. Зато земля черненькая. Наши питомцы. Японские рыбки кои. Ой, как подросли уже за лето. Субтитры подогнал «Симон»